Добрый день дорогие друзья мы продолжаем цикл кавказского дома встречи с замечательными людьми Сегодня у нас в гостях очередной интересный человек вы слышали такое выражение конечно идти в ногу со временем когда общаешься с этим человеком ощущение что время за ним не успевает потому что у него столько энергии столько планов столько идей что просто сбиваешься со счетом Давид Веснерович Кардалов здравствуйте Давид приветствую но мы давно с тобой знакомы будем на ты так точно ну естественно это обязательно так нужно с чего начнем Сначала давайте сначала расскажите немножечко нам о себе на вы будете на вы ну или на ты неважно это все неважно Ну между прочим то что сейчас ты сказал вот так знаешь опережая во времени это разве сегодня не не жизненная необходимость идти как минимум в ногу Ну конечно конечно это желательно но не у всех это получается вам как-то удается тебе вернее Дается потому что хорошо жить хочу правильно как как в этом фильме да жить хорошо хорошо жить ну судя по процессу твоего как сказать улучшение твоего материального положения с этим все все в покое То есть ты следишь за этим Вот друг называется дорогие друзья вот пожалуйста Посмотри Нига с чего начну начать Во-первых я очень рад что ты меня пригласил на свой я несколько смотрел с вашей смотрел с нашим другом Цветковым да очень понравилось мне и смотрел с арктером Грибайдовского театра С которым из них их было много Арчил Бараташвили Олег Мчадышвили Ну в общем не помню но очень очень хорошие очень много отзывов в ютубе и везде и я тоже написал потому что Сейчас не потому что я тебя хочу похвалить я тебя по-человечески люблю и я на эмоциях сегодня сказал что мне очень понравилась твоя последняя Это последняя была да на военную тему в принципе да очень очень понравилась и я твой фан и И участвовать в твоих программах и вообще в циклах в любых действиях Кавказского дома я с удовольствием это делаю И ты знаешь что не пропускаю почти ни одно мероприятие А здесь их много слава богу слава бог да сейчас снимут вот это все и еще больше будет потому что Здесь хорошая аура здесь хорошо располагает творческие люди и так дальше ты талантливый и поэтому я спасибо хочу тебе сказать что ты меня пригласил То что касается меня что можно сказать чего начать Я вот допустим точно знаю что я все данные своих товарищей то есть их регалии Если не могу запомнить потому что их огромное количество Вот может быть ты представишься вот так коротенько доктор того-то того-то-то-то-то-то-то Ну по профессии я инженер по роботам и гибким автоматизированным системам Кандидатская тема «Эвристические методы управления производства и экономикой» Эвристика это направление в управлении То есть существуют допустим аналитический метод управления Кибернетические математические методы и эвристический Уже страшно Эвристика это принятие единственного правильного решения в конкретный момент Ты согласен что все процессы управляются Все управляются, тот, кто умеет управлять этим, и он получает результат, ориентируется на результат и имеет результат. Может это на длительной перспективе, но время требует, смотря какой объем результата. Но сегодня эвристика, она станет скоро, я уверен, очень актуальным и даже необходимым, потому что настолько быстро меняется время, согласись, настолько технические средства, гаджеты, программное обеспечение, информационные технологии, короче, все, не успеваешь. И поэтому, если ты поставил, вот маленький пример сейчас, совершенно свежий скажу, я и Света знаю, Света Осетина, это мой партнер. И мы какое-то время блогом не занимались. И когда мне попросили, я хотел блог настроить моему другу, мне пришлось попотеть. Это мне, который наизусть фактически знаю, что там наизусть могу это делать. Поэтому сегодня, вот допустим, вот этому смартфону два года, а этому один год. И они уже меня не удовлетворяют. Ты, наверное, это имел в вид, когда говоришь, опережает время. Ну да, у тебя обычно их 4-5 смольных. Ну, сейчас посмотри, с чего регалии, да, ну, а докторская интеллект человека и его роль в достижении конкретных результатов. То есть интеллект это не просто набор каких-то знаний, сам понимаешь, да, ты наверняка знаешь много людей, которые много знают, но мало умеют. Поэтому слоган всех моих проектов и вообще такой вектор моего бизнеса, который я собираю свою империю построить, я тебе же, громко можно сказать, да, громко, да. И это создание информационно-коммуникационно-интеллектуально-коммерческого холдинга такого, где будет, ну, а это сейчас далеко от нас, но главный слоган будет там знать, уметь, делать и иметь. Потому что если человек не знаешь, не сумеешь. Если не сумеешь, знаешь, умеешь, но не делаешь, ничего не будешь иметь, да. Таким образом, почему я прошел сюда, вот почему? Наверное, я думаю, что я тебе скажу, потому что я очень люблю это. Приходится этим заниматься, наверное, и тебе это... Это я никогда не любил технику. Моя мама говорит, ты знаешь мою маму, она говорит, То, что ты не хочешь, именно то надо делать иногда, чтобы получить тот результат, который ты хочешь. Потому что очень часто же красиво звучит, когда успешные люди говорят, что Вот, я люблю свое дело, я свой бизнес люблю, там, ну, некоторые могут назвать... Я вообще не люблю это. Вообще не люблю. А что ты любишь? Я люблю петь, пить. Ну, как каждый грузинник. Я люблю жить, наслаждаться жизнью, детей люблю, не знаю, природу люблю, писать картины мечтаю, мечтаю. Но не могу себе позволить, потому что ответственность маму надо жить, продлить, да. Матери моих детей надо обеспечить, да, потому что мы долгое время, ты знаешь, что у нас был процесс очень... В 2008 году я все потерял, все, что можно было, в том числе и семью, ну, вот так. И вот это за 12 лет, когда я барахтался, ничего по-старому не хотел, по-новому не знал как, понимаешь? Вот так вот, как проруби, да, вот завис, завис, и пришлось перезагрузиться, апгрейд, апдейд, сделать своему мозгу отношению к жизни и так дальше. И я знал одно, что если идти старым путем, ну, то старым путем придешь туда, куда ты был, где уже был. Но там уже старого я никто не захочет, потому что уже старые формы взаимоотношения, коммуникации, бизнес-системы, даже психология, она уже не, извини за жаргон, не катит. Ну, а что упираться в двери, стучиться, долбиться, надо, ну, одну фразу можно сказать. Ну, это я на лекции говорю, потому я цитирую себя. Как-то в Академии наук читаю лекции, ученые, знаешь, такие с бородками, вот тебе планшет, такие красивые, знаешь, губки в трубочку. Ученые, которым хозлоговора нет уже по НИСу, по УИРСу, не платят деньги, все гундят. Плохо, 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 все плохо. Почему плохо? Деньги не дают. И вдруг я шарахнулся по столу и сделал паузу такую, Станислав сказал, где-то минуту, они все смотрят, вы же спотели. Давайте с ним, что с вами? Я говорю, не гундите, если что-то не нравится, или позу меняйте, или партнер. Говорю, что-то меняйте в этой жизни. Ну, это же ничего страшного. Ну, и поэтому пришлось мне и то поменять, и то поменять. И я залез в интернет. Это было в Киеве, уехал из Москвы, вышел из дома 19 января 2009 года. Жене сказал, ну, ты знаешь, много людей очень талантливых и сильных, которые после определенной неудачи не выдержали и сорвались. Ну, давай прямым текстом. Кто-то спился, кто-то там скурился, не знаю, ну, кто-то ушел в себя. И я чувствовал, что какая-то волна накрывает меня, и меня загонит тупик. А потом из этого тупика кто тебе? И я сказал, что я пошел в подводную лодку. Именно эту фразу сказал. Я взял там пару костюмов, два ноутбука, только другие были такие тогда, побольше были. И поехал в Самару. В Самару, конечно, два-три месяца смысла жизни. Некоторые песни какие-то я тебе дал, пацаны, знаешь ли. И поэтому потом надоело, когда это времяпровождение, смысл жизни это жить, и поехал в Киев. В Киеве несколько проектов у меня не получилось, потому что то, что сейчас творится, это тогда готовилось, понимаешь. И я не смог сориентироваться, ну, там, политэкономических изысках тогдашней элиты. И с теми, с кем я общался, я общался очень на хорошем, серьезном уровне. Не был понять, что одно думает, другое говорит, а третье делает. А я очень люблю Украину. Но ничего не понял. И поэтому пришлось мне, единственный выход я для себя нашел в интернете. То есть я нырнул в этот океан информации, начал плыть, назад не хотел, впереди не видно было края, берега не видно было. Потом мою книгу издал, еще переиздал, потом какие-то семинары, тренинги по остаточной популярности еще с прошлого. Меня приглашали. Но это все было разовое, такие, бессистемные, нетехнологические. Мой мозг уже в течение всей моей жизни, я его вычеканил системно, технологично, алгоритмично, понимаешь, технично. И вот эти фразы, я понимаю, что они не популярны пока, но согласись, вот здесь везде эти слова находятся. Вот это техника, здесь есть технология, здесь есть алгоритмы, если ты по алгоритму не настраиваешь это все, гитару настроить надо. Я сейчас внезапно вспомнил, что я не сдержал обещания. Я обещался выиграть у тебя в шахматы. Витвис Нерович еще и гроссмейстер. Не, 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 не гроссмейстер. На гроссмейстер я не дожил, потому что у меня как раз, сейчас вот это я хотел и сказать, у меня всегда не хватало в детстве какой-то силы воли. Знаешь, ты согласен, что спортсмена делает тренер? Не совсем, если в человеке не заложено желание, никакой тренер из него ничего не сделает. Ну да, но актера делает режиссер. Тоже не совсем. Ну как с таким человеком сейчас участвовать, я не знаю. Сейчас мы поменяемся местами, сейчас начнем драться. Но он спецназовец, я буду аккуратно себя вести. А вы десантник. Да, да, да. Посмотри, Ника, дело в том, что я к тому говорю, что не потому что делает. Тренер, нету тренера, если кто-то тебя за шкирку не взял, согласись. У тебя же тоже определенные конкретные люди, когда ты здесь находишься, правильно? Полюбили, уважили. Полно. Да, если кто-то тебя не встряхнет и в порядок не приведет, и не направит в нужное русло. Вектор придаст, где есть направление и сила. Я в это имею, а потом сам должен человек за тебя и вместо тебя никто ничего не будет делать. Понятно. Ну и вот поэтому то, что касается шахматов, у нас все впереди еще. Вот. Поэтому шахматы для меня... Вот сейчас очень хорошо, если с сегодняшнему днем прийти. Вот сегодня мне шахматы очень помогают. Почему вот это алгоритм, шахматы что, дебют, миттельшпиль, энчпиль, да? Там тоже надо правильно разыграть дебют, чтобы хорошую позицию получить в энчпиле, правильно? То есть в миттельшпиле в середине игры и потом окончании, если там до этого или не выиграешь, или не проиграешь. И вот сегодня, когда вот эти системные технологии начали позиции занимать везде, да, и в биту, и это, мне она очень помогает. Потому что я вижу несколько ходов вперед, я вижу развитие и динамику развития вижу. И поэтому, когда ты начал, вначале сказал, что опережает, ну, на самом деле, или тебе жизнь опередит, или закроет тебя двери. Какой бы ты талантливый не был. Вот возьми. Тинчарац. Ну, ты представляешь, сколько у тебя всего. Я второго, живого не знаю сейчас, не знаю. Я не знаю даже, тебе не с кем сравнивать, и не нужно сравнивать. Поэтому есть же какой-то файл, который нужен установить, что, вот, представляешь, вот все эти твои книги, там, диски, эти все мысли, или там, как это называется, все время называется, мелодеклам... Макс. Мелодекламации, да. Ну, одни лучше других. Ну, мы сейчас не обо мне, а у вас о тебе так говорим. Поэтому я говорю к тому, что в Киеве я принял решение научиться материализовать канвир, использовать, то есть хорошее русское слово никогда не использует. Использовать, есть слово польза. Если он мне принесет пользу, я молодец. Если он использует меня, фейсбук, спитер, инстаграм, там, какие-то игры, то я дурак. Я свое время, время, которое не купишь, не найдешь, не отнимешь, не украдешь. Самый единственный ресурс, который не пополняется. И с ним невозможно ничего делать. И люди многие это говорят. Говорят умные слова. Но у меня 5 июля будет 62. Отворачиваются, влезают в тектоник и так 2-3 часа подойдут. Это убийство, согласись. Это самоубийство. Это зависимость. И вот как раз, вот сегодняшний, если будет разговор у нас о сегодняшнем проекте, конечно, я хочу его сейчас продвигать и очень мощно. Потому что, понимаешь, молодежь, давай в Киев вернусь. И вот когда я в Киеве начал этим заниматься, там у меня партнер был. И мы начали там книгу, тренинги, упаковать хотели мои знания. И не получилось. Знаешь почему? Потому что уже на том этапе, когда я фактически, ну не все, но многое научился. Я умел сайты делать, блоги делать, аккаунты делать. Ну вот в интернете, кроме детей, все научился делать. Но это надо еще реализовывать, правильно? То есть если знание, это информация обработанная через этот станок, и его как-то выдать надо в виде консультации, в виде семинаров, в виде тренингов, в виде обучения. То есть как-то его надо упаковать и продать. Вот ты когда песню написал, мелодия прошла, песня написала, ты его аранжировку делаешь, это делаешь, потом его накладываешь песню. Целый процесс. Потом его записываешь на диск или там, или уже сейчас в интернете выкладываешь, да, уже сразу. То есть процесс, это серьезный процесс. А некоторые хотят, знаешь, там, в интернете сейчас быстро деньги. Знаешь эти выражения? Хотите заработать деньги миллион, ничего не делая. И смотрят, и люди из-за того, что они не знают, они сидят и что-то, интернет-бизнесом занимаются. А элементарно, скажи, почта, что такое? Они не могут ответить. Или блог, или сайт, или интегратор, агрегатор, там, не знаю, аккаунт, или группа, гроуп, ивент, там, ну, много всего там. И это все инструментарий. Вот, когда мы сейчас сюда пришли, что сделал наш уважаемый Оскар? Там настроил, там настроил, там настроил, там это, там завязал, правильно? И вот так вот создается, и он создал определенную систему. Эту систему оформили, аура, там все, и мы с тобой. Точно так же там. Такой алгоритм должен работать. Но из-за несерьезного отношения, особенно старшее поколение, да? Что интернет, это что? Ну, кому-то лайк поставить, что один политик сказал, что ему другой ответил. И свое время уничтожают ради того, что обсуждать чужие проблемы, чужие задачи, чужие эмоции. И потом эти эмоции заносят домой. Понимаешь, как муж или жена не хочет совершенно его эти отрицательные, как правило, отрицательные, да? Положительные, что мы видим? Ну, очень мало. Это плохо, это плохо, это плохо. И то есть мне пришлось научить ставить фильтры, научить работать с информацией, создавать информацию, накапливать информацию, отправлять информацию, получать информацию, обрабатывать информацию, понимаешь? То есть из информации создать продукт, информационный продукт, коммуникационный продукт, его упаковать и продать. И вот сейчас за 13 лет, вот 13 год, 2008 года, я сейчас 20 по 30 мая провожу первый продукт. Я пока деньги не зарабатываю. То, что ты говоришь финансово, это я какие-то разовые тренинги провел, мероприятия. Поэтому я знаю, за что я взялся, очень трудно, но быть первым или одним из первым трудно, но приятно и перспективно, потому что потом уже как-то ты протеряешь дорогу другим и уже знаешь, что у меня есть единомышленники, сейчас команду создаю и так дальше. И так что мне, как ты дожил до такой жизни? Дожил, вот как ты знаешь, что я не очень религиозный человек, но с моим ангелов-хранителем я чувствую, куда я иду. И несмотря на мой возраст, я делаю сейчас то, что на самом деле людям необходимо. Одним необходимо, потому что они сэкономили просто, не теряли время на глупости. То есть ликбез такой, ликвидация без грязи. То есть который сравнивает с прошлого века, когда люди читать и писать не умеют. Ну, хочешь маленький пример приведу? Вот период мой, помнишь, когда у меня кусок хлеба, когда я кофе продавал на улице, официант там был, вот здесь хлебная... У всех такие периоды были в жизни. Ну, да, ну, несмотря на это, многие мне говорят, лятва, аркция, не стыдно тебя, доктор экономики, официант там, или разносил лаваши по сололаке, бегал, чтобы 10 долларов, 20 долларов заработать. Ну, лари, какой доллар? Вот посмотри, тогда, вот когда я начал уже, когда я сюда приехал, я приехал в другую страну, уехал 32 года назад, совсем другая страна была, веселая Тбилиси была. Ну, вспомни, да, на каждом балконе пели. Вот сегодня Хозетак смачно по-украински сказал о Тбилиси, ну, влюбленной Тбилиси, да, этот человек, ну, Тбилиси невозможно не полюбить, но... Или можно его, ну, изуродовать, да, чем-то, какими-то, или что-то свое добавить, правильно? Вот в этом колорите, вот в этом конгломерате разностей психологических, национальных. Это же, кавказский дождь же тоже хороший, мека вот этого всего, да, здесь на всех твоих мероприятиях и общих настолько разные национальности, с ума можно сойти, да? Ну, очень хорошо, очень приятно это, как бы... Ну, вот, ты помнишь, да, когда здесь песню пел Армянин про богу? Ну, мой богу, да, вот тогда, когда вот все это происходит. То есть, вот это для меня, вот сейчас, может, это лирически звучит для бизнесмена, это, ну, Тбилисместер должен быть такой, а почему? Ну, он такой же человек, как и такой же бизнес, такое же творчество, как и писать картины. Просто ориентир одно, если пишешь картины для того, чтобы он где-то висел, это одно. А если пишешь картины, что кто-то купил его, да, ну, почему нет? Тебе доставляет удовольствие? Конечно, доставляет колоссальное. А если это твои диски, когда продают со мной? Тоже доставляет колоссальное. Да, это отзывы тебе пишут. Замечательный вопрос. Вот это, в бизнесе то же самое. То есть, все то же самое. Потому что, и сегодня, когда я прошел этот путь с Киева, опять в Турцию, потом был, там не получилось, там не получилось. Я, ты знаешь, что я мог тысячу, много раз, тысячу, сотни раз опустить руку. Но, и все мне говорят, вот живи как все. Ну как? Вот скажите, как? Сидеть, говорить, один политик как сделал, что сказал про другого, что мне делать? И поэтому я сказал, что я научусь и научился сегодня в интернете делать все. Вот, допустим, пример. Сайт нужный? Нужнейший. Нужнейший. Ну, социальная сеть. Хочешь, я тебе сейчас по-рабоче-крестьянски, по-человечески скажу, что такое социальная сеть? Хочу. Интересно. Социальная сеть, по-кордавски, это койка в общежитии. В общежитии жил когда-нибудь? В общаге. Так. Да. Ну, в общежитии, когда живет человек, койка места, двоя, троим, четвером живут, туалет общий. Да, кухня общая, прачечная общая и туалет общий. Вот живет и у тебя есть вот эта, твой кровать. Нолка. Весело там? Весело. Весело в социальных сетях, на фейсбуке весело? Весело. Кто-то, что-то, ну, кому-то там нравится и так далее. Коммуникации, познакомиться можно в общаге, да, там, на подоконнике целоваться, да, там, где-то и так дальше. Дискотеку сделать, прямой транс. Все то же самое можно сделать в интернете. В интернете. В нас в социальной сети, в фейсбуке. Возьмем сейчас фейсбук, потому что он самый популярный. Сейчас, посмотри, что такое блог? У некоторых говорят блогер. Вот блог. Вот блог. Что это такое блог? Блог – это квартира в многоквартирном доме. Но это тоже общежитие, правильно? Есть свой адрес. Посмотри, в фейсбуке нету адреса. Ты должен зайти в фейсбук через свой логин и пароль, правильно? И прийти к своей койке. А на блоге тебе надо написать, допустим, там, «давид Кардава» или «никадинджерадзе», «блогспот.ком» или там «джей» или «орг» или там и так дальше. То есть ты уже покупаешь хостинг или бесплатный хостинг. И вот это, эти вещи люди должны знать. Потому что блог – это что лучше, в общаге жить или квартиру в квартирном доме? А сайт – это собственный дом, получается? Правильно, он золотой. Вот абсолютно. Это фазенда или там загородный дом. Но чтобы к этому дому, ты должен купить доменное имя. Выбрать зону. То же самое. Вот посмотри, онлайн, офлайн. Вот возьми вот это, перенеси вот в эту сторону. Когда говорят, а, это другое. Это все то же самое. И вот представь на секунду, как выглядит человек, который на улице ходит и ко всем пристает. И здравствуй говорит. Совсем заводит разговор. И вот эти сумасшедшие, ну, скажешь, ну, алло, да, Караж? Потому что это не… А и в Фейсбуке так, и люди думают, что они что-то делают, там выходят, набирают пять тысяч человек. Вот сколько лайков, сколько сегодня мне поздоровались, поздоровались человек. И ты считаешь, понимаешь, что кто-то… Ну, это, ну, не нормально это. У него есть своя задача, своя цель. Ну, и так дальше. А сайт уже… А, блог, еще преимущество блога что? Ты уже, люди заходят к тебе, к тебе по твоему адресу. И уже, если это в блог, находится, допустим, в Гугле, да, идет индексация, идет раскрутка блога. И тебе, ну-ка, допустим, программа AdSense есть такая. Он тебе говорит Google. Это гугловская, Google монстр, да. Google, это знаешь что? Советский Союз. Все есть там. В Советском Союзе все было. Они говорят, знаешь, Сара спрашивает у Абрама. Абрам, что раньше было, яйцо или курица? Он бычок закурил, стопку выпил. Говорит, эх, Сарочка, раньше все было. Вот это все было в Советском Союзе. А сейчас в Гугле есть все. То есть, если человек, по моему разумению, я это уверен в этом, и хочу обратиться всем, двоим, моим, всем нормальным людям, что если человек знает Google, он продвинутый пользователь, чтобы другое слово не сказал, чтобы ты меня не вырезал. Он продвинутый пользователь. А если он не знает, тогда он, подожди, подожди, подожди. Да, ну иди сюда, да, ну иди сюда. Я вот тут не понимаю, что нужно сделать. Это, ну, представь, сейчас на гитаре хочет человек заработать деньги в творчестве, музыкальном, и не знает гитару настраивать. Потом аккорды не знает. Потом не знает слова песни. Потом не знает тональность этих слов. И вот в таком состоянии... Да, нет, я говорю, что в таком состоянии, и об этом нужно говорить. Почему я сейчас таким кайфом это говорю, с удовольствием говорю, что у меня есть возможность сейчас, на самом деле, очень многим людям, в прямом смысле, да без денег. Даже есть вещи, где деньги, очень часто говорят деньги, вот бизнесмены деньги, я уверен, что сейчас ты очень хорошо поймешь. Есть три состояния взаимоотношений, даже деловых. Можно друг другу помогать? Естественно. Конечно. Можно помогать. То есть помощи, деньги не фигурируют. Ну, как если ты помогаешь, ты не должен за деньги помогать. Тогда как? Не-не. Ну, вот помощь это такая, что им вообще, как это говорят, если одна рука не должна знать, что дает другая что-то там, я не знаю, что-то есть такое. Если я тебе что-то помогаю, да, я тебе или деньги, или что-то взамен не должен, ну, это помощь. Можно взаимо помогать? Можно. Я тебе что-то делаю, ты мне тоже что-то делаешь, правильно? Это один. Там деньги в помощи не фигурируют. А сотрудничать можно? Можно. Вот, допустим, к примеру, вот я, мне нравится Кавказский дом, как вот такое место, где много хороших дел делается. Я хочу о нем говорить. Я имею возможность, да, вот, допустим, сказать, что вашему руководству или тебе, давайте здесь оживим, оживим ситуацию, чем я могу, помогу, сотрудничать. Но, допустим, за это хочу иметь вот это, допустим, да? Тогда мы взаимовыгодное сотрудничать с этим. Можно, можно. А можно партнером истать? Можно, можно. Просто все это требует различных этапов общения, понимания и заинтересованности друг в друге. Взаимным заинтересованным. Абсолютно согласен. Я, понимаешь, иначе партнерством никак не назовешь. Иначе партнерство, знаешь, я недавно хочу повторить, сейчас вспомнить. У меня бывшая моя супруга, ну, хотя супруг бывших не бывает, да, мать моих детей. Я обожаю, уважаю ее в высшей степени. Это очень, ну, большой человек в моей жизни. И как-то ее день рождения в Москве. И тогда у меня бизнес, все хорошо, там, это. И, в общем, 24 декабря, и я пошел на базар, на Дорогомыловский, что-то купил там. И вдруг один мой очень близкий, ну, мой партнер, мне звонит и говорит, да, пойдем, говорит, накорми меня что-нибудь по-грузински. А он съезд был там одной партии, неважно какой. Очень серьезный человек, очень известный. И я его повез, короче, в грузинский ресторан. Пошли, в общем, чтоб сейчас многое, у нас открыли стол, там, пятая, десятая. И когда музыканты пришли, музыканты увидели меня. А в прошлом году мы с моей женой там были, с семьей, да, все. И он говорит, да, то, этот музыкант один, Гоги, да, то, позвони, говорит, это, твоей жене, Наташа, говорит, и скажи, что я ей хочу песню посвятить, поздравить с днем рождения. Ну, в общем, я позвонил, Гоги спел, в общем, она нас подблагодарила. Я передал, он внизу, на сцене находится, на втором этаже был. И напротив меня сидит этот человек, известный человек. Он сидит, и, в общем, он говорит, и ты, подожди, ты хочешь сказать, что у Наташи, твоей жене, сегодня день рождения? Я говорю, да. Подожди, подожди, не понял. И ты, там у вас гости дома? Я говорю, да. И ты, вместо того, чтобы быть рядом с женой, в семье, ты находишься со мной, здесь спешь, ну, там, Хигали, Хачапури, и угощаешь меня. Я говорю, представляю, если бы моя жена, он говорит, убила бы меня. Ну, я паузу сделал, смотрю на него. И он говорит, хоть одну причину вескую скажи, а то я, кажется, сойду с ума. Ну, и я же сволочь профессиональный, ты знаешь. Я что-то должен сказать ему, говорю. Я говорю, знаете, все очень просто. Дело в том, что моя жена умная женщина. И она прекрасно понимает, что она для меня источник расхода. А вы для меня источник дохода. Где должен быть человек? Ну, нужно... У источника дохода. Куда, день рождения, куда денется? То есть, это и психология, и так дальше, и так дальше. Поэтому на сегодняшний день, Ника, я очень верю, вот сейчас... Не верю, это уже... Пандемия сейчас помогла мне? Должна была, по идее, помочь, потому что это же... Столько людей оказалось у компьютера, и больше нигде. То есть, те люди, которые пять лет назад, когда я хотел, давай сайт сделаю. Очень известный моим друзьям говорил, давай я тебе сделаю сайт, такой супер сайт, а потом ты мне продай. Вот прямым текстом говорил, хорошо, сейчас, да, то сейчас сайты, интернет, татама, салья, сейчас время есть у меня на вот эти игры детские. А сейчас все в Зуме. Институты в Зуме. Это уже конференции, Доволжский форум деловых людей мира в Зуме. Президенты саммит в Зуме. Все в интернете. Скажи, пожалуйста, вот сейчас вот перечислим народа. Вот мы можем твой творческий вечер сделать в интернете? Прямой трансляцией. На канале легенды возвращаются. А что мы с этого будем иметь? Сейчас, да, вот, да, вот, да, это консультация уже. Так точно. Это уже консалтинг, да, пишем. Мы сейчас набираем это. Есть такая форма донаты. Знаешь, что такое донаты? Донаты. Это ты открываешь счет, вот, и при правильной организации, вот, технические, технологические, да, ведущие, вот все. Вот представь сейчас, вот ансамбль, только сценарий расписан, все. Вот как творческий вечер, да. И даже если мы там, не надо вот эти, знаешь, как обычно, половина покажи, чуть-чуть затравку дай, а потом зайдите туда, полную версию получите, за это заплатите, там, пять копеек и так далее. Не надо это. Я уверен, что это уже факт. Ты никуда не денешься, документ записывается, правильно? Вот организован, посмотри. Хороший антураж, или даже летом, да, вот там же, прекрасный дворик, тбилисский, красивый дворик, здесь много известных, хороших людей. Дальше, дальше. Дальше. К деньгам подойти, да, быстрее? Разбудиться. Посмотри. Вот организуем, у меня есть очень много аккаунтов, ты знаешь. Ты сам уже перепутал, где Гордава Давид, Давид Гордава и так дальше. И мне всех спрашивают, зачем это, вот зачем столько, вот зачем. У меня есть страница, которая называется «Легенды возвращаются», на котором 126, 126 тысяч подписчиков. Но каких? Абсолютно реальных. Если я сейчас вот открою вот это, настрою вот это, сейчас вот прямую трансляцию запишу вот это, то, что ребята опоздали сейчас, это и потому что я хотел, чтобы это прямой трансляцией тоже было, да. А что такое прямая трансляция? Прямая трансляция, прямой эфир, люди заходят, пишут комментарии, делятся, да, и процесс идет. Я там напишу, а эту прямую трансляцию я могу через рестрим запустить не только на Фейсбуке, а привязать к нему Ютуб, Фейсбук аккаунт, Фейсбук группу, Фейсбук эвент, Фейсбук пейдж, я могу это в Инстаграме, в Линкедине, я могу в ВКонтакте, в Рунете, к одноклассникам одновременно сделать. Заменимый человек. Подожди, подожди, сейчас поймет, сейчас, я опять, дорогие друзья, официально заявляю, энное количество лет назад, вот этому талантище, вот ходящему таланту, и я ему говорю, Ника, давай вот так, вот так, вот так, скажи, нет, скажи, так было? Нет, теперь все есть. Теперь все есть, а сейчас надо его материализовать, у тебя прекрасный сайт, правильно, хороший сайт, сейчас этот сайт, надо привязать все социальные сети, запустить его через Proof.me и ReStream, это не матьюканские слова, вот, не знаешь, значит, что нужно для этого? консалтинг, запишись у Светланы Осетиной на прием, там через донат и оплатишь, да, то есть, а донат что? Вот идет прямая транскляция везде, один организует это, другой это распределяет, да, по разным каналам, да, и создает, у тебя есть хорошая группа, фан-группы, фан, как называется? Фан-фейсбуки, фейсбуки, да, там уже довольно, я тебе страницу, вот это можно все объединить, дополнить, привязать, Светланы, вот, ему прошел, еще, еще, то есть, болельщиков, те, которые мозгами понимают, что это, и открыть счет тебе, Тиньков банки, или здесь, в Белийском банке, неважно, ты настраиваешь этот донат, систему донатов, и модератор, который администрировать будет, я, допустим, ведущий, Светлана будет администрировать, да, и она говорит, вот вам, сейчас песня будет такая-то, такая-то, донаты, это добровольные пожертвования, да, то, конечно, это добровольные, но я уверен, вот давай, вот прямо сейчас назначим это, и посмотришь, какой будет, какой будет результат, потому что, ну, что люди, я же вижу, вот сейчас программа вроде бы обо мне, я о тебе говорю, да, почему, потому что смысл, идея нашей встречи, я так понимаю, что люди получили новый импульс, да, позитивный импульс, согласен, потому что всем трудно сегодня, особенно трудно самым богатым, правильно, тем, которым нечего терять, не трудно, те, которые есть, терять из-за этой пандемии, они вообще в шоке, поэтому я считаю, что при налаженной системе, а у меня уже, ну, все налажено, мне сейчас команда, даже, уже где-то 5-6 человек есть, которые понимают, что я делаю, понимаешь, это мне надо, где-то я, вот допустим, я тебе математически скажу, чтобы раскрутиться в Фейсбуке, нужно 49, ну, 50 человек, объединенных в одну команду, которым будет все выгодно, и тогда 50 человек, по теории больших чисел, если у каждого 50 человек есть, по 5 тысяч друзей, это немало, понимаешь, представь на секунду, и они будут делиться, и научить их систему коммуникации, и, то есть, вот то, что Светлана Асютина сейчас знает, вот Светлана таких не бывает, она единственная, понятно, да, но, представь на секунду, и ты, вот с этого шикарного места, хорошего, благодатного, с хорошей идеей, с хорошими задачами, Кавказского дома, ты можешь, и ты, и сам Кавказский дом, может на это зарабатывать деньги, это очень интересно, об этом надо поговорить поподробнее, и отдельно, и, пожалуйста, я вот прямо, знаешь, что я могу сделать, Ник, вот мы сегодня встретились, не подготовивши, да, мы всегда там, да, встреча, потому я, никаких листков с текстами, с манкерами, я все равно галстук одену, ты чувствуешь, вы всегда потрясающе выглядите, повтори, пожалуйста, что ты, нас все это симпатичное, Самый симпатичный, Самый симпатичный, вот посмотри, вот здесь аппаратура есть, все есть, ты есть, если надо какой-то еще несколько человек, ты можешь здесь очень много талантливых людей, я организую, я и Светлана, и наша команда, и я в Торонто, в Канаде у меня, мой партнер, мы сейчас дали компанию, Давид Гордава Джорджи, я организую все, ты программу распишешь, какое нужно, чтобы мы его анонсировали, понимаешь? отрывки сделаем, правильно? Мы можем сделать, сделать такой анонс, симпатичный, разных песен такой, да? И назначим, мы сюда включим, я настрою, рейстрим, на Кавказский дом, пруфми, на Кавказский дом, это соединю с твоими, посмотри, с твоим, не с моим аккаунтом, завтра я уезжаю в Батуми, и начинаю готовиться с гостиницы, посчитаю стоимость, и так дальше, это 10 дней, 9 ночей, 50 человек, для семейных, для детей, для спортсменов, для творческих людей, понимаешь? Это будет лагерь, где люди будут изучать, ну, изучать, знаешь, играющий, не в аудитории, так, знаешь, что, вот сейчас пойдите туда, это тоже будет, несколько тренингов будет, но, в основном, это будет на экскурсии, со столом, будут конкурсы, будут за счет, призы будут хорошие, хорошая идея? Интересно, что получится. Я большего не ожидал от него, нет, сказать, что да, да, то хорошее, интересно, посмотрим, что получится, получится. Не, ну, я тебе верю, у тебя все получается. Потому что, посмотри, вот этот слоган, знаешь, какой я придумал? Полезное с удовольствием. То есть, полезное, сегодня это сочетание, успех в правильном сочетании. Когда полезное с удовольствием, это не напряженности нету, там, в бассейне будет, и на море, я буду задание давать, допустим, прямую трансляцию, технически покажу сразу всем, у меня ассистенты там будут, администраторы, понимаешь? То есть, это будет как лагерь, лагерь, ну, лагерь, первого числа, десятого, с десятого по двадцатый, двадцатая по тридцатый. То есть, три потока будет. И разный эконом вариант будет, и бизнес вариант будет, допустим, ну, параграфи, допустим, пятизвездочной гостиницы, для бизнесменов, для, ну, для деловых людей, да, собственников бизнеса. Вот я сейчас одну вещь скажу, важную информацию, которая может, сегодня туризм, начал развиваться в Грузии, да, до пандемии, да, то есть, Грузия, она начала восстанавливать. Ну, глядя на улицы, сейчас, можно сказать, что возвращаются. Возвращаются, да, ну, пускай медленно, но два года, до пандемии же хорошо было? Очень было, очень. То есть, люди соскучились по Грузии, соскучились сейчас, если это не дурь политическая, вообще было бы шикарно. Ну, это тоже сейчас, переживем эту пандемию. Посмотри, что происходит. Собственники, что делают сегодня? Гостиницы строят, рестораны, транспортные, да, трансферы вот это, туристические компании. И посмотри, что? Собственник, нанимает топ-менеджера. Топ-менеджер набирает менеджеров. И между собственником, владельцем бизнеса, гостиницей, или ресторана, и так дальше, между директором, который, как правило, берут из другого ресторана, потому что, это крутая, или он крутой директор. И так берет еще своего менеджера по продажам, да, который это все, ну, продвигает, и так дальше. Вот между вот этой цепочки, менеджер по продажам, генеральный директор ресторана или гостиницы, и собственник этого ресторана или гостиницы, между этим незримая война идет. И люди это не чувствуют, потому что этот собственник говорит, это мое, ну, он же вложил деньги, правильно? Он гостиницу построил, он хозяин, все, я хозяин. И ему что нужно? Что, кто-то управлял этим процессом, да, и как правило, берут, потому что сам не знает, как обучить, правильно? Не знает, он должен готового взять, перекупают, переманивают, я сейчас не говорю о этических вещах, я сейчас говорю, просто константирую факт, что дальше происходит. Он, ему нужно менеджер по продаже, ну, кто знает бустеры, как сделать, как там сказать, там, какие-то моменты, прямую трансляцию может сделать, ну, и так, с организациями договориться, и так дальше. И вот в этой цепочке проблема где, как ты думаешь? В менеджере, в генеральном директоре или в хозяине? В хозяине, скажем. В хозяине. Это в хозяине, потому что они не могут контролировать свой бизнес. И проблема, почему? Потому что вот эти информационные технологии привели к тому, что функция хозяина только лишь контролировать свой бизнес. А он не знает, как контролировать. А есть выражение, кто владеет информацией, тот правит миром? Есть. Мы в пандемии это хорошо увидели все? Кто сейчас управляет? Тот, кто правит миром, тот, кто информацией пользуется, правильно? Нет. Глубокий вопрос. Ну, это так. И скажи, пожалуйста, а может, хозяин собственной гостиницы, какой бы крутой она не была бы. Сколько крутую гостиницу построил человек, такую крутую проблему он сам себе создал. Он сам не осознает это. Согласен с этим? Ну, и только единственные рестораны, такие как, ну, сейчас не будем называть его, чтобы не рекламировать, или это, но они раскручены по наитю. Ну, идет и идет уже, да, потому что рестораны всегда в Грузии будут работать. И вот поэтому на сегодняшний день я создал вот этот вектор, чтобы туда крутые, пожалуйста, уровень обслуживания будет пятизвездочная, то есть уровень быта, ну, жизни, да, вот это. Ну, для всех слоев населения. Да. Ты можешь удовлетворить и этих, и этих, и этих, и всех. Идеи хочу с, с этим, как называется, как, сейчас, с ограниченными возможностями. Где-то стол в Вильябе, я же тоже из Сухуми, я же из Сухуми, кстати, да, я хочу и для сухумцев что-то сделать. Где-то, где-то безденег сделаем, да, ну, то есть я хочу сейчас эту систему лагерей поставить, наша цель в десяти городах, ежемесячно три вектора, чтобы было. И потом сам вектор, слово не нравится тебе, но, да, вектор, вектор, то есть нам, Грузии нужен вектор? Он у нас есть. Куда? Покажи мне. В Европу. А, в Европу, да, в Европу, да, в Европу, конечно. В Европу, да. Я в Европе очень хорошо, я в Европе был, когда эти евроинтеграторы еще вообще не знали, где Европа. Авид, мы уже, вот очень приятно иметь такого собеседника, потому что люди бывают разные, за которых приходится говорить частейко самому. Это получается, что не, я выполняю чужую работу. С тобой мы заговорились настолько, что временные рамки уже перескочили, поэтому, пожалуйста, пожелания нашим твилисцам, нашим соотечественникам, друзьям, знакомым, близким. книга. Знаешь, я, несмотря на мой возраст, хороший, я, пожелание одно, вот знаешь, ну, во-первых, мир, что был, это самое главное, потому что, мир у мир, ну, понятно, это было, сейчас, как бы, прошло, пожелание одно, ценить, уважать все, что было вчера, вот, всех, родителей, дедов, вот, вот это, вот сейчас говорю, у меня мурашки, если люди это не ценят, если я, мне не нравится построенный дом моим отцом, я тихо построю новый, но не буду хайд его построенный, понимаешь, вот, если вот эту энергию отсюда не переместить в сегодняшнюю реальность, а в сегодняшнюю реальность надо знание и умение современных технологий, то есть, я желаю, дорогие друзья, всем, не только тбилисцам, и потому что я в Сухумске, я в Сухуме, знаешь, какие ситуации, да, я уверен, что после любой кошмарной ночи наступает утро, и утро наступит и у нас, и в мире, и добро, вот как бы то пафосно ни звучало, всегда побеждает зло, и мир перевернулся, правильно, тем более, вот, вчера день победы, да, 9 мая, ну, это уникальный, это праздник, праздник, и, чтобы ценили этот праздник, должно быть, адекватность, я желаю, вот так, адекватность, каждого гражданина Грузии, Хартвелли, грузин будет он, или армянин будет, или азербайджанец, или Курт будет, или любой русский будет, или украинец, чтобы адекватно, без, вот этого надрыва, эмоционального, свобода, знаешь, вот это патриотизм, знаешь, вот это, чтобы каждый делал свое дело, знал, что он хочет, знать, как добиться то, что хочет, и искать, с кем хочет, и тогда ставить цель, и дойти до этой цели, пусть маленькой, но цели, и тогда вот эти маленькие шажки, привезут людей спокойствие, уверенность в себе, и благополучие. Браво! Огромное спасибо, Давид, за сегодняшний день, за такое интересное интервью, большое спасибо. Спасибо. Мы еще о многом должны поговорить. Я так думаю. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»